Здравствуйте! В эфире Час Пик. С вами Станислав Кучер. Наш гость сегодня Митя Олешковский, соучредитель благотворительного фонда «Нужна помощь», гендиректор портала «Такие дела». Митя, привет! Ну, на самом деле, до эфира начала разговаривать, я задаю тебе простой вопрос. Кто ты? Как бы ты себя самого описал? Неравнодушный человек. Ну, человек, которому не наплевать, который пытается все, что угодно сделать для того, чтобы поменять ситуацию к лучшему. Ну, наверное, каждый бы хотел сказать о себе такое. А если бы потребовалось написать о себе статью в Википедии? У меня уже написали статью в Википедии. Там написано, что я медиа-менеджер, филантроп, исследователь старообрядчества, фотограф, журналист и так далее. Но так ли это важно, кто ты? Я вот, например, хочу кино снять. Или я хочу книжку написать про грузинское вино. А еще я хочу купить один такой сосуд, которым делают это грузинское вино, который называется «Квеври». Привезти его в Москву, закопать на даче и там делать грузинское вино. И я абсолютно уверен, что, делая это, все это, я, ну, что-либо, что я делаю, я все равно хочу верить, что я делаю мир лучше. Поэтому это вообще не важно, какая у тебя профессия, образование, звание, звездочки там на погонах и так далее. Ну, ты же сделал проще мою работу, потому что уже понятно, о чем мы будем говорить. Сначала поговорим про благотворительность, потому что это большое дело. И, как я понимаю, может быть большим бизнесом. Потом поговорим про... Бизнесом, может быть, заработать, но благотворительность нельзя. Ну, хорошо, смотри. Итак, про благотворительность. Несколько человек, которым я написал перед нашим разговором. Тебе, ребят, посоветуйте, о чем спросить Олешковского. Все, и кто уже занимается благотворительностью, все советуют задать главный простой вопрос. Вот как вы можете собирать деньги на большие, замечательные проекты, если у вас постоянно проблемы с выживанием собственного проекта? Вы ищете помещение, вам не хватает денег. Как одно сочетается с другим? Считается, что благотворитель – это все-таки некий богатый человек, состоятельная структура. Брэд Питт занимается благотворительностью. Морозов занимался благотворительностью в России. Спасибо за этот вопрос, Стас. Хочется, с одной стороны, пошутить, что, вообще-то, у нас в России каждая какая-никакая организация занимается выживанием, не только благотворительное. Но если серьезно говорить, то, конечно, благотворительность – это совершенно не дело богатых людей. Вернее, дело не только богатых людей, но и дело, я бы сказал, что бедные дают куда больше, чем богатые. Ну, я приведу простейший, самый простой пример. У нас есть очень известная акция, которая в прошлом году прогремела на всю страну. Она называется «Рубли в день». И идея ее была простая, что давайте скидываться по одному рублю в день, и мы решим огромное количество социальных проблем, если мы не будем проходить мимо. Потому что важно не то, сколько денег мы даем, а важно участие, важно то, что мы не переступаем через мертвого человека, умирающего человека на улице. Важно, что мы просящему помогаем, важно, что мы вот эту вот протянутую руку помощи всегда каким-то образом поддержим. Важно быть человеком, важно быть гражданином, важно быть пассионарием. Я не знаю, как еще это сказать. Это для нас важно. Опять же, ты знаешь, неизвестно еще, кому лучше становится от благотворительности, тому, кто получает деньги или тому, кто дает. Не в смысле психологическом, а в смысле создания горизонтальных связей, развития общества и так далее, и так далее. Ну, то есть ты просто даешь деньги на благотворительность, ты приобретаешь новых друзей, ты приобретаешь новые связи, ты понимаешь, ты начинаешь смотреть на жизнь по-другому. Потому что ты уже смотришь на проблемы, скажем, умирающих детей, и ты думаешь, это уже моя проблема. Раньше ты сидел, как бы, моя хата с краю, бабы новых нарожают. Ну, вот такие классические стереотипы про российское общество. Хотя они на самом деле не такие, потому что русские люди обожают помогать, и русские люди обожают участвовать и решать какие-то проблемы, и русские люди обожают, когда им дают такую возможность. Благотворительность – это просто возможность. И когда нас много, ну, вот, закручивая эту спираль, да, когда нас много, вот, по рублю в день, мы сейчас собираем, я уж не помню сколько, 12 миллионов в месяц, по-моему. И это мало, потому что должны собирать 12 миллиардов, ну, или, там, хотя бы 120 миллионов. Про то, как это происходит, еще отдельно поговорим. Кстати, ты напомнил, это суфийская мудрость есть, благодарить должен дающий. Согласен. А сначала, поскольку нас смотрит много людей, кто, возможно, не знает особенности биографии, а как все началось? Как случилось так, что Митя Олешковский жил, был, да вдруг решил создать благотворительный фонд, начать собирать деньги? – Тут мы должны упомянуть важного человека, сыгравшего важную роль в моей жизни, Сева Чигаева, такого некогда активиста, а сейчас хозяина, одного из хозяев такой организации, которая называется «Пикчер». Сева была такая тусовка в Москве, журналистка, которая называлась «Четвертая власть». Ее придумал Андрей Ходорченков, тоже не менее важный человек в моей судьбе. Вот, тогда, по-моему, главный редактор «Сайт Дех Москвы», а сейчас работает в «Яндекс Кью» вместе с Тони Сэмсоновой. И вот, значит, Андрей придумал такой интересный формат, что журналисты ставят музыку в пятницу вечером и в клубе «Завтра», который принадлежал Диме Яцковичу. И, значит, журналисты ставят музыку одни, а другие танцуют. И вот это раз пять или шесть вакханалия происходило. Это было действительно одно из лучших воспоминаний в моей жизни, потому что это было правда весело и классно. И ощущение свободы и счастья, лето, оно было очень классное. Но тут произошло наводнение в Крымске, и как раз в пятницу мы собирались на очередную вакханалию журналистскую. Но отменили, слава богу. И как раз там, на этой встрече, Сева Щегаев предложил, давайте, ребята, мы завтра соберем гуманитарную помощь для Крымска. Где-нибудь встанем на смотровой площадке МГУ, например. Соберем все, что сможем. Мы снимем такси и отправим туда, в Крымск. Думали, тогда мы что, одно такси снимем. Я на следующий день пришел. У меня был какой-то пакетик. Я еще не хотел туда идти. Я вообще не понял, зачем, что. Тут тоже нужно еще одного важного человека в моей жизни. Это моя мама, которая сказала, что Митя-то должен пойти, обязательно нужно отнести, помочь людям. Я пошел туда, принес свой пакетик, типа аспирин, бинты, еще что-то. Сколько тебе было лет в этот момент? Двенадцатый год. Одиннадцатый год. Я не помню, сколько. Ну, соответственно, двадцать, наверное, семь. И я туда прихожу, подбегает Маша Баронова с криками, Лешковский, Лешковский. Ты для себя пачкой денег. Можешь найти автобус до Крымска? И дает мне эту пачку денег. Я говорю, ну, конечно, могу, делов-то. Организаторские способности, в общем, во мне тогда проявились довольно быстро. Я организовал автобус в Крымск за деньги. Потом уже набили полностью волонтерами и вещами. И так далее. Потом уже я без денег нашел газель, потом фуру, потом еще одну фуру. А вечером мы уже грузили Ил-76. Я сейчас думаю по происшествии всех этих лет, смог ли бы я сегодня, если мне понадобилось бы, организовать за день бесплатный Ил-76. Понимаю, что нет. Хотя оброс знакомствами, связями, репутацией и так далее. Но, понимаешь, нет. В общем, вернувшись из Крымска тогда, причем я поехал в Крым, мы отправили туда тысячу волонтеров, тысячу, и 150 тонн груза. И, ну, москвичи помнят, что на смотровой площадке МГУ бесконечно просто приходили люди, бесконечно. Они туда приходили, приносили коммунитарную помощь. Приезжал Дом-2, значит, приезжали звезды разные, байкеры у нас там были. Мне еще очень понравилось, что это было такое абсолютно какое-то райское место, потому что все были вместе, едины. Там была часть, это были ребята с белыми ленточками, значит, которые с окуп... А это было уже после окупая бай, после 6 мая, значит, были ребята с белыми ленточками такие, значит, типа, власть, типа, у нас тут облажалось в Крымске, мы сейчас тут всем поможем. А рядом были ребята из России молодой, которые говорили, ну вот, типа, у нас есть шатер, мы вам его дадим и поможем. Еще у нас есть чуваки, которые помогут вам разносить вещи, вот. А потом мне этот руководитель России молодой прислал СМС, который говорил, Митяевич, правильное дело делаешь, политика это все фигня, а вот правильные добрые дела, это верное, хорошее направление. Параллельно были, значит, православные христиане, которые грузили фуру, и рядом с ними же грузили, значит, стриптизеры из клуба, господи, как же он называется, эгоистка. Все поголовно, практически все геи, вот, некоторые даже с радужными ленточками. Ну, то есть, она такая надполитическая, надрелигиозная, над государственная история. Совершенно, это было ощущение счастья совершенно, это было ощущение, когда у нас у всех было, мы были единой нацией, это вот именно nation в американском понятии. И вернувшись оттуда, я понял, что моя карьера как журналиста, а я тогда был журналистом, не имеет смысла. Я это очень хорошо помню, меня отправили снимать, я работал в государственном агентстве ТАСС, фотографом, штатным. Это должность, о которой я мечтал, я шел, я год работал без зарплаты, чтобы попасть на это место, то есть, я был стрингером. Потом меня взяли в штат, и вот, значит, я стою с огромным объективом, там, нет, по-моему, 400 миллиметров, о котором я мечтать только мог. Такой объектив в 10 тысяч долларов стоит, где возьмешь с отличным фотоаппаратом. Я стою на концерте ZZ Top в Crocus Expo, а там люди грузят гуманитарку. Я стою и думаю, блин, нахрена она мне, если это нужно? Зачем это? Я просто пришел, все, сдал технику и сказал, я ухожу. Говорит, Митя, как так? Куда ты уходишь? Я говорю, я не знаю, куда я ухожу, я ухожу отсюда. Я понимаю, что вот эта съемка, эта работа, она не приведет ни к чему. А здесь я увидел настоящую жизнь. Я увидел возможность ее по-настоящему поменять. Все, так я и пришел в благотворительность. Ну, с таким же успехом ты мог прийти в скорую помощь, например, да, увидев, как можно спасать человеческие жизни, а не заниматься там какой-то ерундой. Я рад, что я не пошел в скорую помощь, а пошел в благотворительность. При всем огромном уважении к людям, которые работают в скорой помощи, которые спасали несколько раз мою личную жизнь, да, все-таки скорая помощь – это здесь и сейчас. А мне бы очень хотелось изменить что-то глобально. И я вижу, что благотворительность – это как раз то, что позволяет менять глобально российскую действительность сегодня и мировую в том числе. У тебя были моменты, когда за эти годы, когда ты занимался благотворительностью, когда ты разочаровывался в правильности того выбора? Нет. Нет. Не то, что не разочаровывался. Я с каждым днем убеждаюсь, что я все правильно сделал. То есть я правильно, что я ушел, правильно, что я бросил. Я благодарен судьбе, что мне тогда хватило сил. Заряд был такой мощный, что на самом деле я сильно как бы не сомневался. Но я просто… Это было… Знаешь, это вот в фильме «Братья Блюз», который тоже очень важную играет роль в моей жизни. И там есть такой момент, когда они приходят в церковь, и, значит, Джеймс Браун в виде пастора на них посылает благодать на, значит, Джейка Элвуда. И он такой «The light! If I can see the light! The band! We're gonna make the band! We're gonna make the band!» И прямо на них сходит эта благодать. Они светятся, танцуют. Вот у меня было такое же ощущение. У меня было абсолютное ощущение, что просто мне Господь Бог указал «Вот туда, Митя, иди. Отсюда иди. Иди вот туда». Пока что я не думаю, что я ошибся. А скажи, пожалуйста, есть многие люди, которые задают вопросы. Вот эти благотворители, особенно те, кто сам по себе не богат, вот на что они живут? И дальше задают вопросы. Деньги Госдепа, гранты правительства Российской Федерации. На что живет Олешковский? У меня зарплата в благотворительном фонде. И я не просто считаю, что это хорошо. Это правильно. И мы много лет выступаем поступательно, системно за то, чтобы люди в благотворительных организациях получали не просто зарплату, а получили высокие, рыночные, хорошие зарплаты. Из чего формируются зарплаты сотрудников благотворительного фонда? Из пожертвований, которые люди дают на работу конкретного благотворительного фонда. То есть это не деньги. Вот нужно понимать, есть адресные пожертвования, которые защищены законом. 100 рублей в Васе Петрову отправили. Ты не можешь из них взять ни копейки. И даже Миша Иванову их не можешь отправить. Только в Васе Петрову. А есть пожертвования на уставную деятельность. И эти пожертвования, это как раз на административные расходы ты можешь каким-то образом тратить и так далее. То есть пожертвования, которые идут ровно на работу фонда, это те пожертвования, которые ты можешь тратить на зарплаты своим сотрудникам, на программную деятельность, на аренды офиса. Сейчас, если ты зайдешь на сайт «Такие дела», ты увидишь, что у нас форма пожертвования. Например, мы собираем деньги на работу какого-то проекта. И там, вот совсем недавно это изменилось, там форма пожертвования, и там написано, вы можете пожертвовать 100 рублей вот сюда. И можете выбрать еще, например, плюс 5%, чтобы помочь именно нашему фонду. Потому что нам тоже нужны деньги. На то, чтобы вся машинка работала, все вертелось и так далее, нам тоже нужны деньги. За эти деньги мы и живем. Но это очень важный момент в вопросах о благотворительности, потому что общество предпочитает дискриминировать благотворительные некоммерческие организации по сравнению с коммерческими. Понимаешь, потому что в коммерческой организации вопросов не возникает, типа, какая у тебя зарплата или на что ты живешь. В коммерческих организациях не возникает вопросов о том, можно ли покупать рекламу, можно ли нанимать специалистов хороших, можно ли офис снимать, можно ли рисковать. Понимаешь, вот этого в коммерческих организациях даже в голову никого не придет. Митя, чем хороша запись программы «Часпик»? Тем, что я всегда могу апеллировать к тому, что происходило в промежутках, например, или до начала нашего разговора. Вот мы и вчера много говорили про деньги вообще. И ты сказал, что ты меня можешь спросить про зарплату, но я тебе не отвечу. А почему ты не ответишь про свою зарплату? Я не отвечу про свою зарплату, потому что важно, чтобы между сотрудниками оставалась некоторая тайна. У нас, например, есть в организации люди, которые получают больше, чем я. Ну, то есть, понимаешь, важно, чтобы люди не знали, у кого какая зарплата. Хорошо, это сопоставимо с уровнем зарплат в медиа, например? Ну, сейчас уже, наверное, не очень. Изначально, когда мы начинали, да, просто выросли зарплаты, рубль обесценился. У нас рыночная зарплата. Стас, я тебе могу сказать не про свою зарплату, я тебе могу сказать больше. Я тебе могу сказать, сколько мы денег тратим в месяц на то, чтобы существовало все это. Это несколько миллионов рублей. Сколько человек у тебя работает? 75. Понимаешь, да? То есть, это несколько миллионов рублей. Мы только за одну аренду полмиллиона платим. Ну, то есть, это вопрос, в этом нет никакой скрытости. У нас все отчеты открыты, публично. Мы публикуем отчеты на нашем сайте, на сайте Минюста. На нашем сайте, к сожалению, мы не можем этого делать быстро, и мы с задержкой сделаем, но мы официальные отчеты публикуем на сайте Минюста. В этом нет никакой тайны. За время существования фонда нужна помощь. А какие проекты ты вспоминаешь как нечто, благодаря чему ты можешь сказать, ну, я уже не зря прожил эти годы? Давай определимся в терминологии. Проекты, в смысле, кому мы помогаем? Да. Потому что такие дела, например, это проект фонда нужна помощь. Я не зря прожил это время. Потому что создал в том числе такие дела. Да, такие дела. Или потому что я, например, создал издательство фонда нужна помощь, которое переводит книги, публикует книги по фонтропии в России. И кто ничего не делал, никто раньше до нас. Понятно, что речь идет о тех, кому мы помогаем. Ты знаешь, я горжусь, скажем так, несколькими вещами. Я горжусь тем, что мы финансируем Горбачевскую клинику в Санкт-Петербурге. Потому что мы поддерживаем фонд Адвита, санкт-петербуржский. И тут очень важно понимать, что в России есть очень серьезная проблема, что взрослым никто не хочет помогать. Потому что взрослых не жалко. Детской онкологии, ну, там, типа, несколько тысяч случаев в год. Насколько я понимаю, даже не больше десяти. Ну, естественно, фотография ребенка, помогите. И 99% фондов помогает детям. А взрослая онкология, несколько миллионов случаев в год. И фондов, которые помогают взрослым, раз-два я обчелся. И вот Адвит, в прямом смысле, раз-два я обчелся. Правмир, предание, Адвита, живой. Вот я реально больше не знаю фондов, которые взрослым с онкологией помогают. Это у нас там вторая популярность причины смертности. Фондов. Вот понимаешь, да? И, наверное, региональные есть. Но, как бы, их все равно очень мало. Вот. И Адвита, это такой фонд, который помогает взрослым с онкологией. И это супер важная штука. И то, что мы финансируем их уже не первый год. Мы, конечно, там, не играем какой-то прям супер ключевой важной роли в их финансовой, значит, истории. Потому что мы там, я не помню, сколько мы вместе собираем. Наверное, миллион рублей. Вот, около того. Но просто это очень важно. Потому что важно, чтобы постоянно у людей взрослых, типа, как мы с тобой, чтобы у нас был шанс. Чтобы у любого человека старше 18 лет был шанс выжить от рака. Адвита, это очень важно. Горбачевская клиника. Второе, я бы сказал, ты знаешь, есть еще один проект. Службы Caritas ухода за лежачими больными в Сибири. У них на попечении больше 10 тысяч лежачих больных. В каждом доме многоквартирном, на каждой улице, в каждом городе, в каждом районе, в каждом доме есть обязательно лежачий больной. И он гарантированно не получает всего необходимого, что ему нужно. Я вот своими глазами видел бабушку в, по-моему, это был Ишим Тюменской области, маленький городок. Она так разложила передо мной на кровати все свои медали, там, поздравительное письмо от Путина, еще что-то. И у нее перелом шейки бедра. И ей власти, бюджет местный, 8 месяцев не могли купить стул, туалет. Даже при наличии поздравительного письма от Путина. Ну, поздравительное письмо автоматически, понимаешь, приходит из Кремля. А тут вот нужно оформить документы, нужно, чтобы тебе в эти документы писали, что ты не можешь реально сама дойти до туалета, что, называется, индивидуальный план реабилитации, как-то вот так, да. И ты должен, там, эти средства реабилитации какие-то должны быть прописаны. Что тебе нужны памперсы, или что тебе нужны пеленки, или что тебе нужно это кресло-туалет. И вот таких вот случаев огромное количество. На попечении у Карита столько в Сибири, 10 тысяч стариков. Или вот в Саратове мы недавно нашли женщину, когда я приехал туда, которая 20 лет, слепая, 20 лет живет, у нее это не только квартиру, черный риэлтор, живет, значит, без пенсии, без документов, в квартире полные тараканов, без света, без всего, кормит соседей, просто хлеб иногда приносит, вот так вот. Вот так вот живет женщина в самом центре Саратова. Вот я горжусь тем, что мы поддерживаем эту службу, которая не бросает в самых сложных условиях людей, которые живут в самых сложных местах. И мы тоже собираем, вот у них мы значимую часть бюджета, по-моему, около 40% бюджета наше финансирование составляет. Я счастлив, я не горжусь, я счастлив, что мы их поддерживаем. Но на сегодняшний день мы финансируем 206 фондов во всех регионах России, которые помогают всем. Дети, взрослые, там, животные, природа, жертвы насилия. Ну, это очень круто, я понимаю, что по каждой из этих тем, на самом деле, можно говорить долго, рассказывать множество историй. Смотри, еще одна тема, думал обсуждать ее, не обсуждать, потому что мы не можем ее не обсуждать, на самом деле. Это все-таки один из вопросов, который постоянно поднимается в медиасрачах, в дискуссиях более серьезных. Это у кого брать деньги, у кого не брать. У всех брать. У всех брать. Чупан делает все правильно. Знаешь, Ньюта Федермессор однажды меня изменила жизнь. Я с ней познакомился, я помню, наверное, в 2013 году. Мы сидим на какой-то... Время новостях, что ли, на каком-то мероприятии, мы сидим. Я говорю, здрасте, Ньюта, знаете, мы открыли фонд, будем брать деньги только у хороших людей, помогать всем и так далее. И вот у нас будет прекрасный фонд, мы будем чистенькие, все в беленьком. Она так смотрит на меня и говорит, знаете, Митя, если Аль-Каида даст мне денег и ничего не попросят взамен, я возьму. Я говорю, как? Она говорит, ну, во-первых, я их потрачу точно лучше, чем они. Во-вторых, я построю хоспис. Понимаешь? И этот разговор перевернул мою жизнь полностью. Этот разговор перевернул мою жизнь полностью, потому что деньги можно взять у кого? Что угодно. Это, ну, как бы, это деньги. Вопрос в том, продашь ты за них душу или нет. Попросят тебя за это продать душу или нет. Ну, ты знаешь, что та же Ньюта Федерместера здесь случилась большая и странная история, для чего она была понужена выйти из политического процесса, в который согласилась войти. Я бы не сказал, что она продала душу. Я бы сказал, что эта история ударила по ней очень сильно. И я невероятно ей переживаю. И мне ужасно жаль, что она оказалась в этой ситуации. И я понимаю, что она оказалась в ней ровно потому, что когда каждый из нас будет умирать, мы пойдем к Ньюте. Смотри, тема... Игроку каждого из нас будет кто-то умирать, мы пойдем к Ньюте. И она делает так, чтобы нас не ждала судьба контр-адмирала Апанасенко, который вышиб себе мозги, потому что не мог получить обезболивающих на терминальной стадии рака. А это постоянно случается. Этих самоубийств меньше, на самом деле, по России не становится, потому что один из регионов России вообще не обеспечен, например, детской палиативной помощью. А со взрослой палиативной помощью это пыточные какие-то условия, а не палиативные. Смотри, здесь мы выходим на, опять же, несколько более широкую тему, чем просто благотворительность. Я сам лишился довольно большого количества френдов в Фейсбуке однажды, и никуда об этом не жалею. После того, как выступил в поддержку моей, ну могу, наверное, сказать, подруги Лизы Глинки. И моей подруги Лизы Глинки. Это было еще до того, как случилась трагедия. Тем не менее, есть очень много людей, и здесь, в Соединенных Штатах, и в России, людей, которые называют себя либералами, которые считают, что нет, так поступать было нельзя, потому что она брала деньги у Кремля, потому что она договорилась с Кремлем, потому что она оправдывала вторжение в Донбасс и ТД и ТП. А где она оправдывала? Слушай, деньги у Кремля набрала, это факт. Володин ей жертвовал, даже публично это известно. А где она оправдывала вторжение в Донбасс? Я этого не видел. Я видел один раз в одном интервью, что она... Ну, типа самим фактом работы там, она легитимизирует. Я видел один раз в одном интервью, что она сказала, я не видел русских войск на Донбассе. И я не знаю, почему она так сказала, потому что я не верю в то, что она могла их там не видеть. Я не знаю, почему, мы все люди. И я не оправдываю ее за то, что она так сказала, но она так сказала. Но при этом я хочу рассказать тебе другую историю. Потому что в тот самый момент, когда Лиза начала ездить на Донбасс, я через какие-то свои связи вышел на премьер-министра Украины Яценюка. И мы с Лизой хотели вывезти из Славянска, по-моему, какое-то количество детей, которые там оставались в украинскую сторону. Но украинцы там не дали. Отказали. Она рассказывала об этом. Да, понимаешь, украинцы отказали. А эти неукраинцы не отказали. Вот она туда и вывезла. Куда отдали, туда и вывезла. А Вика Ивлева, святой человек, именем которой в прекрасной России будущего будет назван, я думаю, что Ленинский проспект будет назван именем Виктории Ивлевой. А Вика Ивлева, значит, возила и людей, и людям, и из Украины, и из Донецка. Она со всех сторон там возила. У нее есть, по-моему, английский паспорт и российский. Она где надо показывала английский, где надо российский. Где надо карточку православного портала, где надо карточку, по-моему, BBC. Или еще что-то. Но вот люди делают все, что могут для того, чтобы предотвратить человеческую смерть и страдания. И человек, который сидит в удобной московской или нью-йоркской квартире, может, конечно, про это говорить свысока. И говорить, как это аморально, что тобой кто-то может воспользоваться. Аргумент, извини, звучит не так. Аргумент звучит так, что зачем ты спасаешь детей, которые оказались без родителей, в результате политики тех людей, у которых ты берешь деньги? Еще раз. Вот для Лизы этот вопрос звучал так. Зачем ты спасаешь детей? Ответ на него очевиден. Ну, то есть, это очевидный ответ. Зачем спасать детей? Зачем спасать людей? Чтобы их не убили. Вообще политика... Понимаешь, это не Лиза Глинка начала войну. И это не Лиза Глинка, значит, ее развязывала, поддерживала и так далее. И то, что Лиза Глинка брала деньги у российских властей, ну, так случилось. А еще Лиза Глинка в Киеве хоспис открыла. Ну, то есть, понимаешь, она... Это был человек, которому было до глубины души, трогала каждая человеческая жизнь, каждая проблема. Кстати, я удивляюсь, почему до сих пор ее именем не назван проспект в Москве. Согласись, это было бы более чем уместно. Ну, наверное. А может быть, нет. Мне кажется, она была... Мне кажется, что, вот опять же, тоже возведение ее в святую... Нет, причем, если это она сама была против этого. Вопрос не в этом. Вопрос не в ней, вопрос в памяти. Память о ней живет, пока живы те, кто ее помнит. Смотри, политика, о которой мы уже начали разговаривать, когда ты вспоминал Крымск, и тебе говорили, что, ну, слава богу, что ты теперь не... Черт с ней с политикой, давай вот будем помогать людям. Скажи, политика и вообще политическая ориентация, какую роль играет сейчас в твоей жизни? Играют ли вообще, определяешь ли ты себя каким-то образом? Как либерала, патриота и т.д. и т.п. Вообще все эти ярлыки имеют для тебя значение? Ну, слушай, у меня есть мои личные политические взгляды. И по своим личным политическим взглядам я, наверное, ну, что-то вроде леволиберала с рыночным уклоном. То есть, мне кажется, что, безусловно, в России должна проводиться более социальная политика, потому что люди живут в очень тяжелых условиях, но при этом, мне кажется, что нужно выходить к тому, чтобы рынок все-таки решал больше, чтобы влияние государства и власти было меньше, чтобы рынок самостоятельно контролировал происходящее в стране, и чтобы, ну, в общем-то, к этому все, наверное, и пришло, чтобы... Знаешь, как есть формула, которую Евгений Ясин любит повторять. Значит, верховенство закона, неотвративность наказания и свободный рынок. Ну, вот я за это. И старообрядство? Старообрядство ваше личное... Рассказывай, каким образом появилось старообрядчество в своей жизни? И что с этим происходит? Что значит старообрядчество? Ты старообрядец, ты поддерживаешь старообрядцев. Ты знаешь, отвечу странно. Старообрядчество в моей жизни появилось после Сомали и Гаити. Дело в том, что... То есть, не Вуду, а старообрядчество. Да, именно старообрядчество. Дело в том, что Митя Олешковский довольно странный человек. Я знаю двух людей, которые поехали в Сомали в отпуск. Митя и Архан Джамаль. Значит, Архан после меня поехал в Сомали в отпуск. Он поехал туда, потому что его Миша Фишман не отпустил в, значит, журнале Ньюзвик, в командировку. Он поехал туда в отпуск. А я просто поехал в отпуск. Мне было клево. Я искал тему. И я понял, что сначала поехал в Сомали. Это была одна... Подожди, ты в отпуск поехал или ты поехал тему искать? Я поехал в отпуск. Или ты поехал взрывать собственную жизнь? Нет, я поехал в отпуск искать тему. Потому что мне казалось, что там я найду чего-то такое, чего я не видел нигде больше. И это было правда так. Я увидел там то, чего я нигде не видел больше. Это была одна из самых интересных поездок в моей жизни. Одно из самых интересных мест. Дальше я подумал, надо продолжать, надо продолжать. Поехал на Гаити на следующий год. А это было одно из самых страшных мест в моей жизни. Хуже ничего не видел. Но даже, наверное, трущобы в еврейской автономной области, они не сравнятся с... Или там Николаевск на Амуре, образца конца 90-х, не сравнятся с Гаити. Было после землетрясения? Да, это было после землетрясения. Это было ужасно просто. И я, вернувшись уже с Гаити, я понял, что географическая точка не так важна. Важна тема все-таки. И начал искать для себя эту тему и обнаружил старобрядцев. И обнаружил, что в Латинской Америке живет довольно большое количество старобрядцев. И я уже намылился было туда ехать. Слава Богу, поговорил с еще одним человеком, сыгравшим важную роль в моей жизни, со своим отцом. Который познакомил меня с еще одним человеком, сыгравшим важную роль в моей жизни. С Ольгой Геннадьевной Равновой. Одним из... Старшим научным сотрудником Института русского языка. Российской академии наук. Которая занимается изучением диалектного говора. На котором говорят русские старобрядцы. И Ольга Геннадьевна и мой папа логичными сказали. Ты, конечно, можешь поехать, мальчик. Но тебя как бы примут, накормят, напоят, спать уложат. На следующий день скажут, иди отсюда. И ничего ты не снимешь там, ничего ты там не увидишь, ничего ты там не узнаешь и так далее. И, в общем, через Равнову вместе с ней мы начали ездить в эти диалектологические экспедиции. Которые для меня очень быстро перестали быть диалектологическими. А стали даже не этнографическими и не теологическими. Они просто... Это стало... Я подружился. Я нашел старобрядцев, которые живут в Латинской Америке. Которые, многие из которых переехали в Россию. Я нашел в них... Опять же, не стоит их идеализировать. Все люди... У всех есть свои грехи, у всех есть свои особенности. Но я нашел в них тех самых русских, которых так пытаются построить... Тот самый русский мир. Тот самый русский мир, русский дух. Да, которых мечтает создать российская государственность сегодня. Потому что, во-первых, это русский человек, для которого две главные вещи в жизни. Это Россия, Родина, которую он, может быть, даже никогда не видел. И вера в Бога. Мне кажется, что это, в принципе, две такие составляющие важные для человека. Неважно, в какого Бога ты веришь. Если у тебя есть какая-то систематизация твоих душевных метаний. Система координат. Да. Именно. Если она для тебя является стержнем, это очень важно. И если при этом ты любишь то место, где ты родился, или то место, где ты себя связываешь, это тоже очень важно. Во-первых, они, собственно, вот такие. А во-вторых, они не жили в Советском Союзе. И это удивительно, потому что это русский человек... Знаешь, есть там, условно, русский человек курильщика и русский человек здорового человека. Я не говорю, что все, кто жили в Советском Союзе, извини, Стас, или там я, плохие люди. Нет, просто это люди, которые годами не подвергались промыванию мозгов, годами не изменяли сознание каким-то образом, советской системой. Они всего плохого, что было в Советском Союзе, и хорошего, что было в Советском Союзе, они не знают. Не знают в смысле этого, у них не было этого в опыте. Потому что, конечно же, старообрядцы подвергались огромным гонениям. Конечно же, они подвергались своим гонениям с момента раскола. И вообще, раскол, на мой взгляд, это до сих пор не заживающая рана. Слушай, извини, но для тебя старообрядцы – это объект такого исключительного нравоозренческого интереса? Или ты сам старообрядец? Я не крещен. Но мне очень близка христианская философия. Мне очень близко в христианстве именно то, что человек сам несет за себя ответственность. Именно то, что Бог есть любовь, добро, что это главные силы. Мне это очень близко. А с точки зрения старообрядчества, мне очень важно... Понимаешь, в чем дело? Их же называют раскольники. А раскольники-то не они, на самом-то деле. Они-то сохранили свою веру так. Как она им была дана, как она пришла из Греции, и, соответственно, при крещении. И, соответственно, для меня это очень важный какой-то урок, наверное, в жизни. Я не старообрядец, и я не смогу стать старообрядцем. Потому что для того, чтобы стать старообрядцем, нужно, как мне кажется, принять на себя очень серьезные обязательства. А я не уверен, что я готов на себя принять такие серьезные обязательства. Это не вопрос того, что для тебя может сделать церковь, или не вопрос, что для тебя может сделать вера. Вопрос, что ты должен сделать и можешь сделать для нее. И вопрос, могу ли я сделать так много, чтобы считать себя хотя бы на каком-то уровне, наравне с теми людьми, которых я знаю, которые сохранили свои обычаи, устои, веру на протяжении тысячи лет. Что для тебя традиционные ценности? Традиционные? Не знаю, любовь, семья, добро. Ну, как, я не знаю, что традиция? Не спрашиваю, почему? Потому что старообрядцы, традиционные ценности. В сознании обывателя, когда ты начинаешь говорить бог, вера, тем более старообрядцы, плюс ты сидишь такой с бородой, дальше следуют традиционные ценности, дом, семья, и, к примеру, то, что ты находишься. Домострой. Домашнее насилие, декриминализация, гомофобия и так далее. Здесь мы подходим к очень интересной теме, поскольку мы сидим в Нью-Йорке. Про гомофобию я тебе могу сказать, что я обсуждал неоднократно со старообрядцами эту тему, и это зависит от того, как ты об этом говоришь. Потому что, с одной стороны, они говорят, что да нет, 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 у нас такого, боже упаси, никогда быть не может, да ты что, это вообще, это грех и так далее. Ну, конечно, грех. С точки зрения христианства, это грех, да. Но только с точки зрения христианства и женщинам в брюках ходить грех. И сексом до свадьбы заниматься грех. Вот. То есть да, грех. С точки зрения христианства грех. С моей точки зрения, не грех. Наверное, еще одна из причин, почему я не могу стать старообрядцем, потому что очень многие вещи, которые нужно считать грехом, я не готов считать грехом. Но при этом, как только ты начинаешь Как-то спокойнее об этом говорить Они начинают говорить, а да, был у нас один какой-то Где-то в Бразилии, что ли Ну что, ну был и был, но ничего Ну там, вот так вот То есть они как-то спокойно об этом говорят Потому что люди вообще Не нужно думать о людях хуже, чем они Или там лучше Короче, не нужно за них додумывать Люди вообще совершенно Нормально относятся К нормальным человеческим отношениям И когда у тебя нету с ними Конфликтной какой-то составляющей Когда ты с ними не на ножах То тебя примут какой-то есть И старобрядцы тебя примут каким-то есть И в этом мне очень нравится старобрядцы Потому что они примут тебя любого Какой бы ты ни был Меня, некрещеного Значит, приехавшего из Москвы Мирянина, то есть человека, который У них есть такой термин Замерщение То есть слишком много от мира набрался Нужно, они же уходят от мира Чтобы спастись Потому что в мире грех Да, принимают Кормят, поят Там рассказывают, дают Я тебе больше скажу Я был в старобрядческих скитах Где не был никто Митя, в твоей жизни помещается Удивительным образом Столько всего разного И журналистика Благотворительность прежде всего Старобрядцы, грузинское вино Чуть ли не И одновременно с старобрядцами Пропаганда Или чуть ли не пропаганда Гомосексуализма Я знаю, что и такой эпизод Такая история была в твоей жизни Ну, я еще собираюсь получить Права на этот самолет Ну, короче, много чего вмещается А вот теперь Скажи мне, пожалуйста Как при таком количестве активностей Совершенно сумасшедших Классных Безумно интересных В твоей жизни, как я понимаю Случается и такая штука Как депрессия По крайней мере, и в разговорах И в фейсбуке Достаточно открытая тема Ты о ней достаточно открыто И смело говоришь Вот как? В смысле, что я чувствую? Почему это вообще появляется? Ведь когда у человека Настолько насыщенная жизнь Когда у него есть столько Светлых и классных Замечательных событий И людей Ну, казалось бы Нет места для плохого настроения Для каких-то плохих состояний Я не знаю Если бы я знал Почему Ну, то есть Это происходит Я вообще был полностью уверен Что меня это не коснется Потому что я как раз был уверен Что я как раз тот чувак Который Как там Ну, условно Хемингуэй Хотя, блин Хемингуэй чем закончил Да, ну, понимаешь Ну, вот Я был уверен Чем насыщеннее жизнь Тем лучше твои нервы И так далее И так далее Чем спокойнее ты спишь Потому что ты все знаешь Все видел Уже везде был Нет Не пронесло И это очень тяжело Потому что я несколько лет Вообще не спал И Несколько лет Вообще Не спал? Да Как это так? Человек сразу Физиологически обязан спать Ну, да Ну, это, знаешь Это был сон такой Когда ты засыпаешь Типа Два часа Тебе нужно Чтобы заснуть А потом Когда ты засыпаешь Ты такой Ветеватый Знаешь Соловей за окном Прокричит Ты проснешься И не заснешь больше Вот То есть Ты просыпаешься Разбитый И Потом было Просто ужасный момент Страшный Я Я так благодарен Своей жене И я очень благодарен Своим коллегам Что они меня Выносили И выносят Потому что Ну, то есть Ну, я вообще Не подарок Я вообще Очень странный Страшный И сложный Чувак Но Когда еще Ты приходишь И На работу Я прихожу И я чувствую Что каждый разговор Со мной Меня ранит Я чувствую Что каждый разговор Со мной Мне кажется Что он направлен Против меня Что передо мной Сидит враг Который просто Хочет мне Разорвать сердце И Наплевать туда И я Начинаю Обраняться Передо мной Сидит друг Который думает Что это с Митькой Не так Я же типа Вроде как Что-то полезное Делаю А он Берет и начинает Просто переработал Синдром хронической усталости Я не знаю Выгорание Ну, слушай Ты столько всего делал И столько всего делал Для других С выгоранием Я столкнулся Недавно Тоже Абсолютно Потому что Я понял Что Я понял Что я в какой-то момент Себя заставляю Специально Ехать В новые и новые Командировки В абсолютно Какие-то Ужасающие Истории Погружаться Просто потому Что мне не хватает Вот этих чувств Потому что Я понял Что я становлюсь Каким-то Задеревенелым И тут Как раз Это страшно Потому что Ну, то есть Знаешь Ты едешь В деревню Посмотреть Как живет человек Которого Там Умерли все родственники Которому ничего есть И у которого Нет денег на существование Да Ты едешь Для того Чтобы ему помочь Да Ты едешь Для того Чтобы привлечь внимание К этой теме Чтобы решить эту проблему Но ты едешь Для того Чтобы помочь И себе Тоже Потому что Но с другой стороны Я понимаю Что Это не только Выгорание Это же еще Очень важный момент Что Я просто Для меня важно Чтобы я жил Не просто так Для меня важно Чтобы Ты живешь В России И ты понимаешь Что Вокруг происходит Просто Вселенская Катастрофа Вселенского Масштаба Просто Вот знаешь Я очень часто Меня ругают За это сравнение Но Я очень часто Я все равно Я его использую Потому что Когда взорвалась Ядерная бомба В Хиросиме И Нагасаки Не все умерли Первые секунды После взрыва Ядерной бомбы В Хиросиме Это была Внезапная вспышка Страх Боль Разрушенный город Везде крики Везде там Сыпятся Не знаю Камни Везде Кислотный дождь Разрушенная земля Страшно Сирены Воют Дети Орут Кричат Потерянные судьбы Ничего не напоминает Вообще Понимаешь Мне кажется Что Современная Россия С социальной точки зрения Она очень похожа На первую секунду После взрыва В Хиросиме Потому что не все умерли Просто более растянутую Во времени Да А почему Почему На самом деле Есть огромное количество людей В России Которые скажут Что все прекрасно Все замечательно Россия никогда Так хорошо не жила Как сейчас Никогда в России Не были так распространены Те самые фонды Типа Нужна помощь Или прав в мир Которые имеют возможность Заниматься Делать свои благие дела И Ну да Есть проблемы Во-первых Фонды не могут сделать все Но В чем катастрофа? Катастрофа в том Что человеческая жизнь Ничего не стоит Вообще И так было всегда Подожди Подожди Мы же Люди же на этот раз В эти годы Люди не убивают Друг друга на улицах Что было абсолютно нормальным Еще несколько сотен лет назад Если Слушай Ну вот мы с тобой записываемся На следующий день После того как У ФСБ человек Убивал на улице Ну а в 90-е годы Еще не то происходило Это я тебе сейчас Выбрасываю аргументы Люди С той стороны Которые утверждают Что все хорошо Стас Люди убивают Друг друга на улицах Люди убивают Друг друга За бутылку водки Люди убивают Друг друга За батон хлеба Люди убивают Друг друга За жвачку Люди убивают Друг друга Потому что Им не понравилось твое лицо, люди убивают. Я тебе просто приведу пример из своей личной жизни. Мы приехали с моим другом забирать посылку грузинского вина. Ну, есть там такая фирма, которая доставляет посылки из Грузии в Москву. Мы вечером приезжаем, там где-то на Бауманской, гараж. Мы стоим, ну, как бы ищем в накладных наш номер посылки. Заходит какой-то бухой, пьяный мужик здоровый. А мой друг, он из Бурятии. И этот мужик тоже из Бурятии. И что-то вот, не знаю, что перед ним, между ними, но он, знаешь, он ему сказал, типа, ты бурят? Он говорит, да, бурят. Он говорит, и я бурят. А дальше он взял, достал пистолет и ему в голове приставил. Это было два года назад. Чего бы закончилось? Ну, и отбились, слава богу. То есть, мы его оттащили, там, убежали и так далее. Ну, фриков хватает везде. А в Америке что происходит? Посмотри за меня. Стрельба в школах, в университетах. Мир сходит с ума. Стас, ему ничего за это не было. И никому ничего за это не было. Понимаешь? А майор Евсюков расстрелял там полмагазина людей. Ну, а Бревик тоже расстрелял намного больше людей, чем... То, что в Норвегии есть Бревик, это ужасно, чем в Норвегии есть Бревик, чем то, что происходит в Америке или где-либо еще в мире. В Новой Зеландии, даже туда добралось. Ты хочешь, чтобы я сказал, что в России хуже, чем в Америке? Не-не-не. Я хочу, чтобы ты... Я живу в России, родился в России. И, если честно, меня очень мало волнует, что происходит в Америке. Меня сильно волнует то, что происходит на моей родине. Потому что я не хотел бы уезжать оттуда. И я хотел бы, чтобы страна, в которой я свою родословность знаю с 17 века, жила хорошо. И я хочу, чтобы мы жили лучше, чем в Америке. Лучше, чем в Новой Зеландии. Лучше, чем в Норвегии. Ну, или хотя бы так же. И, понимаешь, когда я приезжаю в город, поселок городского типа Кувшина в Тверской области. И вижу мать пятерых детей, у которых троих уже забрали. И она не знает, где они. Забрали? Забрали, потому что она пила, потому что она вела социальный образ жизни. И что сделала эта мать? Она родила. Причем забрали, что важно понимать. В пыточные условия интерната. Потому что детский дом, это не тюрьма даже. Это концлагерь. Куда ты попадаешь. Разница между тюрьмой и концлагерем. Ты в тюрьму попадаешь за проступок. А в детский дом ты попадаешь, потому что ты какой-то не такой. Родился не так. И ты не нужен. Или там, неважно что. И ты туда попадаешь, ходишь строем, у тебя на одежде есть номер, у тебя нет ничего собственного, никакого собственного имущества. Ты выходишь оттуда серьезнейшими проблемами психическими, психологическими. То есть ты нормальным человеком оттуда не выходишь. Так вот у нее забрали детей, а она родила себе двух еще. И их тоже собираются забрать. А ей пофиг. И проблема не в том, что у нее забрали детей. Не в том, что ей пофиг. Проблема в том, что нам пофиг на то, что ей пофиг. Нам пофиг на то, что она находится в таком состоянии. Потому что в таком состоянии, как она, находятся сотни тысяч людей. И они такие. Не потому что они плохие. Они такие, потому что вокруг них. Ну, хорошо, не Хиросима. Вокруг них платоновский котлован. Вот что вокруг них. У них нету никакой надежды. У них нету ничего. У них нету никакого шанса. Они... Она могла... Кувшинова могла пойти работать на фабрику по производству картонной коробки. Смотри. И есть другая, которая пошла, которая вернут ребенка. Она спаслась, а эта нет. И этих неспасенных больше. То, что есть такие люди, как ты, извини за пафос, в этом есть очень большая надежда. Но чтобы мы не заканчивали просто на пафосной ноте или не рассказывали дальше про детский товар, потому что, извини, это огромная тема. Это отвратительно. Потому что не на мне должна держаться Россия. А на ком? На россиянах. А ты кто? Ты говоришь, есть надежда. Ты говоришь, есть надежда, потому что есть ты. Я просто хочу сказать, что есть не только ты. Есть самые разные люди. Но то, что ты делаешь, это очень круто и очень важно. Важно, чтобы людям было не пофиг. Важно, чтобы людям было не пофиг. Я надеюсь, что то, что мы сейчас разговариваем, это тоже для того, чтобы людям было не пофиг. То, что делаешь, это тоже для того, чтобы людям было не пофиг. А чтобы людям было не пофиг, но все-таки я сдержал слово данное вначале, Я бы хотел, чтобы ты рассказал, какого черта ты собираешься или не собираешься написать книгу о грузинском вине? И при чем вообще грузинское вино еще к старообрядцам, к волонтерству, к нужной помощи, к таким делам? Это ретрит такой для меня, грузинское вино. Я очень люблю Грузию. Я женился в Грузии, я встретил свою любовь в Грузии. И я много раз был в Грузии. И любой, кто что-нибудь знает о Грузии, понимает, что грузинское вино – это одна из основополагающих составных частей грузинской культуры. Что нового ты можешь сказать о грузинском вине по сравнению с тем, что уже было сказано миллиардами людей, которые любят Грузию? Понимаешь, в чем дело? Моя идея заключается в том, что невозможно характеризовать вино как напиток, у которого есть сахаристость какая-то, вязкость, любые другие качества. Вино – это произведение искусства, на мой взгляд. Особенно в Грузии, где к этому подходят. Каждое вино – это ручная работа. Вино, которое делается на заводах, не считается вином. Это ж муртяк. А вино, которое делают сами виноделы, они его как своего ребенка выращивают. И это и произведение искусства, и его же ребенок, этого винодела. И, соответственно, если это его ребенок, значит, он принимает от винодела какую-то часть его души. И мне кажется важным характеризовать вино как раз через то, как этот человек видит мир. Кто он такой? Чем он занимается? Какой у него бэкграунд? Какие у него взгляды? И так далее, и так далее. Потому что вино меняется. То есть восприятие этого вина меняется. И есть масса примеров, когда ты просто понимаешь, что ты пьешь не просто напиток, а ты пьешь результат большого количества интеллектуальных усилий, эмоциональных усилий человека, который просто вложил сюда кусок своей души. И ты пьешь его душу. И вот про это я хочу написать книжку. Про этих людей, про их души и про тот нектар, которым они нас радуют. Потому что мне хочется передать... У меня есть долг перед Грузией. Я очень люблю Грузию. Я уважаю ее. Грузия подарила мне любовь. Она подарила мне счастье. Поэтому я хочу, чтобы отработать этот долг перед Грузией. Я должен кусочек этого счастья разделить со всеми и дать людям почувствовать, прикоснуться к этому, понять эту философию грузинского вина. Поэтому я бы хотел написать про эту книжку. Митя, спасибо за этот разговор. Спасибо за твою жизнь. И дайте Бог все успеть. Ура, спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok